Итак, дорогие друзья, начинаем писать тест. Я исхожу из того, что у вас все установлено. В уроках части 2 мы с вами устанавливали пайтест и написали первый тест. Настроили пайтест ИНИ. То есть, все должно быть настроено и работать. У кого не настроено, пожалуйста, приходите в школу, делайте все по порядку, будет толк. Поехали. Итак, что тестируется? Мы тестируем то, что мы сами создали. То есть, тестируем саму форму на данные. Правильно заполнены, неправильно. Пустые данные. То есть, как себя ведет. В зависимости от аргументов, которые мы передали полям формы. Мы не можем тестировать, допустим, DataDateField. Почему? Потому что это ответственность Жанга. Мы тестируем только то, что создаем. Сейчас поймете. Итак, мы будем тестировать нашу форму. Контакт форум, который имеет раз, два, три, четыре, пять полей. Одну секунду. Для тех, кто начал с этого видео, обратите внимание. Это второе видео. Вторая часть. Первая часть находится в описании видео. Где мы говорили о пороге знаний. Потому что тест, это уже собирает знания в голове. Наша форма имеет пять полей. Дату. Субжект. То есть, здесь мы писали так, а вы уже решите. Это для вас будет либо заголовок, либо имя человека. Либо обзовите по-другому. Я брал специально с документацией, чтобы вам было легче протестировать. Само сообщение. Дальше e-mail. И чекбокс. Для того, чтобы сообщение не может быть отправлено, пока не установлен чекбокс. Также мы написали один метод, с которым ранее в уроках у вас, ребята, скорее всего были проблемы. На самом деле, если бы вы написали тест, разобрались в одну секунду. Я сейчас это продемонстрирую. В результате мы должны будем дописать все-таки наше представление, чтобы наша форма работала нормально. Запустим нашу форму. Хотя это не нужно. Просто я вам хочу показать сейчас, что мы делали с вами до этого. Мы брали... Мы написали форму, да. И вставляли в нее какие-то там символы, пытались отправить, проверять. Это не проверка, это ерунда. Это просто я делал с вами, потому что знал, что вам интересно потыкать. Но мы же с вами серьезные люди, вы профессионалами будете обязательно. Поэтому давайте заниматься профессионально. Пишем тест. Зачем тест новичку? Еще раз говорю, ребята, он действительно даст изучить джанго. Я надеюсь, в прошлом видео, которое внизу вы посмотрели. Пайтест, да. Как при помощи Пайтест изучить тестирование вообще, изучить Python, Django в 100 раз быстрее. Я сейчас продемонстрирую. Пишем тест. Итак, давайте для начала разделим окно на два, чтобы у нас был. И создадим директорию тест в нашем приложении FormsApp. В директории тест создадим файл, который назовем test.contact.for, чтобы нам было понятно, что мы тестируем. .py Так, форму откроем в правом окне. Нам понадобится первое время поля. Или как вам удобно. А в левом окне откроем наш файл тест.contact.forum. Все остальное можно позакрывать. Это тоже можно убрать, но потом включим, чтобы не надоедало. Давайте перейдем в директорию. Проверим путь. Вы проверяете свой. Переходим в директорию tests. Так, formsApp. Вот она у меня отображается. Очистим. Прежде чем работать, мы будем работать совершенно с реальной формой. Ее надо импортировать. From ForumsApp Forums Import Contact Forum Наша форма Следующее Нам понадобится библиотека PyTest. Мы с вами это делали. Следующее Нам, так как мы будем тестировать формы, то нам важно, чтобы Django нас понимала. Значит, нам надо доступ к Django формам. From From Django Import Forums Мы будем с вами использовать, мы в формах использовали модуль DataTime, поэтому давайте сразу его импортируем. С импортами все. Так как, возможно, вы будете писать русскими буквами, значит, нам надо вставить кодировочку, чтобы нас понимал Unicode. Итак, задача. Для того, чтобы было легче работать в WS кода, откройте приложение, наберите PyTest и установите некоторые библиотеки. PyTest IntelliSense Можно установить PyTest BDD PyTest Snippets PyTest Fixture В принципе, и все. Можно, больше вам точно пока не надо будет ничего. Потому что своя студия, можно вообще с нее, но мы будем работать с командной строкой. Откроем PyTest. Откроем PyTest. Мы с вами сейчас напишем Параметри... 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 Параметризованные тесты, иными словами, это то же самое, чтобы мы вводили поля. То же самое, что человек вводит поля. Это называется фикстуры. Иными словами, фикстура это декоратор, функция, да, которые делают определенные вещи. То есть, для нас подготовлены вещи и сам костяк. Иными словами, нам надо ввести, обращаю ваше внимание, как строку. Одну строку, не отдельно каждый символ, как тип данного строка, как одну строку, то, что мы будем тестировать, а далее в списке ввести переменные. Для этого нам, в первую очередь, надо вызвать фикстуру PyTest Mark параметризы. Так, ну что ж, здесь пример есть, давайте делать на практике. Значит, первое, что нам надо добавить, это нам надо добавить фикстуру. Впишем декоратор и начинаем набирать PyTest параметризы. Далее. Итак, в поле мы сначала разделяем. И, как мы только что смотрели в документации, первое поле, это тип данных строка, вбиваются все, что мы хотим протестировать. То есть, если мы вот открыли справа наши поля. По порядку так их и перечисляем. Знаете, чтобы было легче, мы сейчас уберем, чтобы было это быстрее. Я сделаю. Просто у меня должно оно обязательно... Так. Data creation. Далее. Следующая. Subject. Следующий у нас месседж идет. Вот он у меня как раз есть, чтобы быстрее было. Далее сендер. И далее CC myself. Checkbox. Теперь мы можем поставить строку. И нам надо то, что будет сравнивать. То есть, нам какая-то переменная. Сейчас я покажу сам смысл. То есть, мы в конце будем записывать. В конце будем записывать. Когда будем писать сам тест. В конце будет писаться. Афер тест. Метод, допустим, валидации. И валидити. Валидити. То есть, в отношении чего мы будем проверять, как работает метод. Здесь мы не используем методы с джангой. Здесь мы сами нечто придумываем. Почему? Не будем придумывать, как все люди пишут, так и сделаем. Хорошее слово. Сделаем валидити. И все. То есть, поняли, что это такое. Все это называется следующим образом. Следующим образом. Мы подготавливаем. Что? Тестируем. И данные. Этот тест будет общий писать, чтобы понять смысл. Следующий тест. В следующем видео мы написываем уже исчерпывающий для формы. Далее. Согласно того, как мы посмотрели структуру. Далее идет список. Посему разделяем. Ставим запятую. И создаем список. Далее в списке у нас будут располагаться сами данные. Которые будут как раз вбиваться вот в эти поля. В поля нашей формы. Мы с вами постараемся написать. Давайте сделаем так, чтобы вам было проще. Первая форма должна быть у нас идеально рабочая. Почему? Мы открываем скобки. И пишем. Первый параметр у нас дата. Поэтому все заполняется как строка. Как строка пишем правильный формат даты в data.data.time. Сейчас 2022. Вы свою дату пишете. Для нас это будет дальше принципиально. Так как мы должны поправить там метод, чтобы человек мог заполнить дату только сегодняшним числом. Если он решит заполнить завтрашним или вчерашним или любым другим, то ему должно вызвать сообщение заполнять дату только сегодняшним числом. Иначе форма не может быть отправлена. Далее ставим запятую и вписываем данные следующего поля. Следующее поле у нас subject. Ребята школы. Мы брали код с сайта Django. И для русского уха это немножко, конечно, плохо звучит. Поэтому вы можете все это поменять в форме. Ну, вообще. Определитесь, что вам надо, допустим, в форме. Либо это заголовок, либо это имя человека. Тогда напишите, допустим, name, либо там title. То есть можно так сделать. Либо, как я вам говорил, при помощи label, то, что мы с вами сделали уже, да, исправьте поля для формы. То есть напишите label и вот мы там написали, напишите заголовок. То есть вы тут сами определитесь. Мы будем считать, что это заголовок. И давайте напишем чего-нибудь. Ну, чтобы мне не переключаться. Джанго уроки. Следующее поле у нас message. Message. Hi. Что мы тут напишем там? Ну, давайте. Давайте сделаем так. I want to learn Django. Хочу изучить Django. Следующая строка. У нас sender. То есть здесь мы вставляем email. Пусть будет джанго собака. Mail.ru И следующее поле у нас cc myself. Checkbox. Мы просто здесь и пишем в строку само название. cc myself. Все. Поля есть у нас. Пока формам нам больше не надо. Можно освободить место и закрыть. Да? Все. Чтобы у нас было больше места. Вот так. Пока. Но мы еще не все написали. Давайте посмотрим здесь. Здесь я этого не вижу. но на самом деле вот как сделать правильно. Нам надо понять. То есть при проверке путей, при проверке, то есть наших полей, нам надо понять в зависимости от условия это да или нет. Это true либо false. почему мы сюда прямо вбиваем. Пусть для нас это будет истина. И другое будет. Значит это false. Но в следующем тесте немножко подробнее с этим разберемся. И так есть. Это у нас вариант 1. По нашему это 100. Идеально работающий вариант. Ну давайте просто рабочий вариант. Мы его делаем первый. Почему? Ну чтобы понять, что у нас PyTest работает. У нас все нормально. Далее мы продолжим добавлять варианты. Но давайте сначала напишем дальше сам тест. Итак. Теперь мы приступаем к написанию самого теста. Видите? Среда подсказывает нам вот этим кратикам, что еще не закончено. Мы сами знаем, что не закончено. Поэтому пишем сам тест. Да ё-моё DEV Так и называем. Мы будем проверять на валидность. То есть на правильное заполнение полей. Будем проверять метод методом ISVALID. Обратите внимание. Мы с вами его изучали и отдали ему довольно много времени. EVALID. свалить. И я надеюсь, что по моим рекомендациям мы все-таки проделали ISBOON. Почему? Потому что все это нам сейчас надо будет. Давайте сразу же еще откроем API джанго, чтобы работать именно с документацией. Сейчас еще куда не шло, но в следующем тесте мы будем напрямую работать с документацией, тестировать относительно документации, а не каких-то домыслов. Что ставили, сработало, не сработало, это все глупости. Надо быть профессионалом. И вы профессиональный, вы будете профессионалом однозначно. Открываем наши формы и открываем API форум, то, что нам сейчас и надо. Итак, поехали. Называем наш тест так же, как называется наша форма, чтобы нам было понятно. Мы сделаем так. Тест valid контакт форум. вполне понятно название, что это тест, что метод, то есть валидация и какую форму тестируем. Это важно, чтобы понимать. Мы можем, нет, больше ничего не можем, это просто не нужно. Дальше идут параметры. Мы вбиваем параметры, то есть так как будем передавать им аргументы. Это у вас проблем не должно быть. Итак, дата. Далее я все просто-напросто скопирую, чтобы сэкономить время вот здесь и вставлю. Как вы видите, в параметры мы вбили все параметры, которые мы заполняем. То есть нашу форму плюс нашу переменную для тестирования validity. убираем лишние знаки, символы скопировались и переходим дальше. Мы с вами когда проделывали в Юпитере разбирали, что данные формулы передаются при помощи словаря. Ключ значения. Это вы уже потренировали. Посему следующая задача нам это создать словарь, чтобы мы могли передавать данные. Берем переменную форму. Можно придумать любую, но как правило просто вот так удобно форма. И наша форма, которую мы ранее импортировали контакт форм. Далее обратите внимание мы с вами когда проходили в Юпитере что мы делали? мы всегда создавали переменную data. 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 И я вам говорил, что ребята конечно можно назвать по-другому, но обратите внимание джанго разработчики это хорошая привычка возьмите ее себе. Они когда есть данные они пишут data. То есть данные data. Это хорошая переменная вас всегда поймут. То есть когда читаешь data это значит данные. Это классно. Хотя можно назвать как хотите. Но я посему следующим шагом нам надо создать данные которые будут передаваться не данные а при помощи чего то есть словарь при помощи чего мы будем передавать вот эти данные. Словарь как мы знаем из ранее уроков то есть пишем переменную data data и словарь. Итак по полям которые у нас есть всем мы просто создаем пары ключ значения. Здесь не надо чего-то придумывать все очень просто. Ключ значения. Как правило чтобы не запутаться пишем ключ значения одно и то же. то есть нам вполне понятно что нам вполне понятно что date крейсин это data все все читаем читаем основное условие второе у нас subject и вот она мне подсказывает среда subject третье у нас message вот вот она мне подсказывает что есть четвертый у нас sender подсказывает что есть пятая у нас последняя cc myself в принципе и все все было красиво вот эту скобочку отсюда убираем сюда переносим итак все создано ребят что нам осталось делать запустить тест тест как мы так отвлекся ладно теперь нам надо написать сам тест как вы помните мы первый тест уже писали то есть и ранее изучали тесты то есть эта команда assert и она мне прямо подсказывает мы пишем будем сейчас использовать метод isvalid то что мы уже отлично знаем то есть валидацию форум то что мы использовали здесь уже ранее проверяли то есть это основной метод который мы разобрались досконально с isvalid и clean date то есть все это вы уже знаете поэтому на объяснение я не отвлекаюсь мы это все уже прошли значит метод isvalid и теперь мы is то есть и нашу валидите нашу переменную в которой мы будем все проверять и пришло время запустить наш первый тест сначала просто запустим pytest нажмем enter но мы получаем исключение как вы заметили у нас вот здесь подчеркнуто и здесь есть неверность да тут в тесте все четко написано давайте прочитаем что он у нас говорит уже data creating то есть в дате что-то если мы поищем то в принципе среда нам очень хорошо подсказывает здесь у нас подчеркнуто и здесь я неправильно заполнил неправильно заполнил сам параметр то есть по сути дела будет ошибка если мы сейчас напишем попробуем написать в формате python полностью тест вывести давайте попробуем я только напомню что все что я сейчас говорю это была ваша задача ранее подготовить когда я давал задание разобраться с запусками пайтеста разобраться с трассировкой чтобы не было проблем и свободно вводить любые режимы это уже подготовлено кто смотрит это видео первый раз пожалуйста прошу в школу делайте все по порядку все получится почему давайте выведем очистим очистим и выведем в python формате пайтест пайтест натив и в принципе он нам близко к этому формату вывел и мы действительно получаем исключение да function using но аргумент date creating то есть не может неправильный аргумент но я сейчас делал это заведомо для того чтобы вам дать сразу подсказку для форума вот смотрите мы чуть дальше разберем конечно сейчас очень подробно вы будете понимать формы давайте посмотрим вообще что у нас сформировал я не зря говорил ребят первый тест надо делать работающий чтобы вообще понять этот тест этот тест сейчас не прошел или вообще фигня какая-то творится на самом деле у нас сейчас вообще ничего не работает почему потому что тестирования сейчас пока нет просто у нас тупо тест не смог запуститься даже почему потому что неправильный синтаксис python да как вы видите в правильном тесте вот дальше мы посмотрим мы увидим флаги f i то есть e русская то есть здесь мы флагов не наблюдаем запомните это сейчас очень хорошо почему потому что нет флагов значит дело не в тесте то есть здесь только есть эра вот этот момент сейчас когда запустим правильный тест обратите на него внимание да флагов нет f e и другие флаги только эра это значит что наш код неправильный по сути дела в данном случае код короткий и мы четко можем определить а если несколько прокруток что делать идем в документацию ребят идем в документацию и открываем наш api что мы будем искать ребят нам надо что-то такое чтобы нас носом ткнуло есть есть эра мы с формами работаем нам только надо выбрать нужный формат для начала давайте попробуем просто эра но я потом скажу мы выберем эра asda data мы это все с вами делали но я боюсь что вы просто растеряетесь почему возвращаемся к нашему коду и давайте кроме тестов чтобы нам выводило что-то более уже еще исчерпывающий особенно вам на первом этапе давайте сделаем следующее возьмем создадим некую переменную f абсолютно любую здесь без разницы и и просто нашу переменную берем форум да которая отвечает за контакт форум который присвоен значение нашу переменную форум и что делаем используем метод error так как это метод что значит должно быть давайте попробуем использовать метод попробуйте сами без скобок то есть что будет страшно ничего не будет то поймите значит это метод далее давайте тупо выведем printf нам просто будет проще только это переменная не строка это именно это переменная все теперь давайте очистим clear и уже запустим просто пай тест вот сейчас мы запустили пай тест да пай тест опять ничего не запустилось но по крайней мере давайте смотреть не все правильно а ведь пока мы не можем посмотреть да ребята действительно поэтому это новшество оставим а потом да ведь мы не запустили пай тест то он нам покажет почему ну что ребят тогда то что я раньше учил работал с исключениями то есть опять же это функции у вас как я говорил должны отлетать три вещи это создание параметров передачи аргументов и исключения здесь явно написано function нужно no argument data crash то есть нет аргумента не получится вот этот аргумент передать сюда почему мы сейчас это поправляем и исключение должно пропасть теперь мы что делаем очистим и запустим итак но что-то пошло не так скорее всего это невнимательность скорее всего но обратите внимание появились флаги да вот флаг f да то есть мы с вами это изучали у нас есть упавшие тесты что не так сейчас рассмотрим подробнее но сначала смотрите я прочитал и вам сейчас дальше прочитаю вот это вы будете понимать но на первом этапе я хотел бы чтобы вы себе облегчили работу чтобы не искать исключения долга вот давайте применим r да пока немножко не тот метод и опять запустим тест очисти потому что информации много и ведем пайтест и мотаем в конец так смотрим так файл тест контакт тест так я не вижу чтобы где-то что-то отображалось а должно отображаться значит все-таки что мы сейчас делаем давайте-ка попробуем второй момент может и не сработать сейчас потом будет работать однозначно асдата асдейта вот это уже определенный метод то есть он уже принудительно будет что-то выводить в любом формате здесь у джанга есть и в джейсон и мы возьмем самый удобный асдейта сейчас мы быстрее разберемся хотя мы могли и так попробовать без скобок да ну я думаю вы сами попробовали так асдейта давайте смотреть пока может и не вывести если если что-то не то так ну давайте сразу уже и читать итак первое что есть упавшие тесты то есть где-то что-то я вот писал но где-то невнимательно писал сразу выводит он пайтест то где косяк вот косяк именно в том у нас так как одно одна сегодня составлена пока то есть косяк вот здесь да давайте смотреть где и в чем этот косяк дальше просто идет код дальше идет и да упавший тест атрибуты эра контакт форум объект атрибуты эра хорошо вот единственное что я за что я сейчас переживаю я не вижу я не вижу отработки эра и мне это странно сейчас сказать но мы его обязательно увидим ладно давайте смотреть что не так а я вижу почему нету ну-ка ну-ка идем документацию ребят проверим почему нету той ошибки просто хочу показать важный момент а нету почему потому что невнимательно посмотрел смотрите эррор исключение сейчас будет работать просто я хочу показать момент это очень важный момент он вам очень поможет на первом этапе пока вы научитесь сочетать давайте сделаем расширенный вывод так во вот то что мы хотели да эра вывелось сразу да не надо даже тест читать понятно дата отправки должна быть сегодняшним числом ну правильно я вчерашнее число ввел я сказал что сегодняшнее а ввел вчерашнее потому что вчера было седьмое сегодня восьмое поэтому в принципе тест отработал правильно вот если мы возьмем нашу форму мы с вами писали метод но тут есть проблема в этом методе да мы ее исправим в следующем тесте смотрите есть ли дата менее дата time дата today то есть менее сегодняшний а я действительно написал седьмое число но я мог бы и по тесту разобраться да конечно но просто я вам показал способ как разобраться проще где джанга себе тупо вывела чего надо править тут уже гадалки не ходи тут уже догадается абсолютно любой новичок то есть джанга сравнивает с стандартными валидаторами дата create create то есть смотрим дату да действительно сегодня восьмое вчера было седьмое и если я сейчас введу правильно дату я ввел пайтест то я получаю что тест пройден а вот теперь смотрите выявляем проблему которую я давал домашнее задание но это в будущем да мы сделаем везу девятое число да то есть завтрашнее да а вы свое и ввожу пайтест тест пройден тест нас наталкивает я сказал тест это когда приходят мысли понятно форму надо править если человек нельзя доверять человеку и пользователю я имею ввиду что он там не сделает думать а он введет дату плюс 20 лет неизвестно что то есть получается если он ранее дату ввел то форма не отправится выдастся исключение что дата отправки должна быть сегодняшним исправьте а если он вводит ошибся человек завтрашнюю дату то сообщение отправляется хорошо это там вам а если это вы пишите программу с каких-то финансами где эта дата имеет офигенное значение то конечно надо править но это в следующем в следующем когда будем подробно пока мы увидели что мы можем что сделать создать второй тест то есть вот это у нас идеально здесь дата на сегодня здесь мы создаем второй тест дата дата крятин дата не работает вот у нас девятое число и мы действительно сейчас в этом убедимся то есть действительно мы получили опять тест да но где мы видим что у нас есть исключение здесь показано стоп здесь вообще сейчас показано обратите внимание просто идет ошибка тип р ну запятую не поставили поэтому я говорил жанга а сам видите не сделал что всегда имейте привычку неважно все после последнего элемента ставить запятую сделайте это привычкой у меня это есть привычка видите после последнего элемента чтоб при добавлении следующего никогда не думать вот теперь запускаем итак дата на будущее смотрите что сделала сбежала что ребята все кричи что делаем приходим форму бак бак выбори даты не знаю как тут придумать на ходу будущего числа сообщения отправляются исключения нет вот это вот откуда взялось интересно слово забыл открываете открываете расширение убиваете то до тре то до тре такое расширение иными словами что оно делает вот я пометил оно мне собрало все здесь мне не надо лазить по проекту вот форумс ага бак открываю коммент то есть если мне надо править куски кода я сразу понимаю где просто большими буквами написал бак здесь написал исправь меня fix me поняли да разберетесь ребят смотрите я все это делаю я не захожу на страницу это стоп можете проверять да кто ребят школа но это работает просто я понимаю что это работает мне не надо было идти проверять форму я вам сказал что разберетесь намного быстрее в тестах поставил дату а в следующих тестах которые вы будете писать еще быстрее разберетесь потому что мы будем три варианта дата ставить вчера сейчас завтра и какая-то не сработала мы все по тестам увидим сразу же итак поехали дальше давайте теперь прочитаем тест и в принципе пока все нам надо желательно сейчас сделать чтобы тест у нас сработал почему мы создаем еще один тест немножко другой просто создадим смотрите мы создадим тест уберем собаку с e-mail e-mail нет собаки то есть собаки нет запускаем очистим запускаем очистим запускаем итак слабенький тест у меня совсем что сейчас не так в тех файлах он принимает здесь он их нашел значит значит что надо сделать тест в обычных файлах я пробовал запускать сейчас не хочет значит поставим вот так fixme не хочет здесь видеть потому что здесь оно запускается вот если запускать тут не должно вызвать исключение до так я не вижу где но оно запустилось так root сервер а нет нифига как же я туда делал ну ладно потом разберемся это сторонняя библиотека пока пусть будет и здесь мы оставим а ну вот здесь вот все закомментировал но оно осталось красным это в тесте там все нормально и это осталось все нормально все будет хорошо так что сейчас не так а не так что я перешел в другой каталог в блок ну все правильно бывает выскочил да теперь тут вот ну наконец-то мы получили тест смотрим так ребята читаем вот наши тесты да прошел 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 файл да не прошел сто процентов далее сразу у нас высвечивается опять строка где исключение но исключение мы здесь если присмотримся знаем так мы его не найдем далее у нас идет перечисление далее у нас идет наш файл в принципе наш код дальше он говорит что для сравнения да мы утверждаем что это истина да то тест то он говорит что это фалс это неправда и приводит нам исключение асертера но мы благодаря тому что мы вставили наше эра нам четко здесь показывается сендер валидата эра enter валид email но на самом деле я просто сейчас не вижу но я хотел бы я не вижу того что я хотел бы увидеть ребята я хотел бы увидеть давайте-ка попробуем изменить трассировочку попробуем сделать пайтест тб лог то есть это будет самый исчерпывающий и авто посмотрим так тут просто импорт модули я немножко не то хотел ну-ка 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 еще я уже вставлю о вот что я хотел тб аут ребят вот смотрите атер фалсы из труда здесь он пишет смотрите идут исключения false bound метод база и свалит то есть смотрите он пишет мы с вами когда делали мы разбирали метод bound данные связаны или нет мы с вами его разбираем да который показывает связан то есть заполнено поле или нет вот он нам объясняет что поле то связано а ведь действительно у нас просто отсутствует собака но поле то чем-то заполнено то есть bound метод все нормально bound истина вот он пишет bound истина поле заполнено а валидация false то есть что-то неверно заполнено далее видите он перечисляет все поля в которых исключения да то есть конкретно вот наши все поля и дальше идет приложение продолжение он объясняет уже подробнее что проблема валидации и пишет bound опять истина то есть поля заполнены но валида валид валид false далее он указывает сейчас у нас одна функция но если мы будем много указывает что это поля контакт форум и показывает в каком методе проблем потому что у вас же потом будут одна форма вторая третья десятая как считать поняли но я вам дал подсказку где тупо выведено у нас неправильно заполнен email почему если мы возвращаем назад а мы не будем это возвращать мы знаем что это не так поэтому здесь можем что сделать правильно поставить false false и запустим все тесты пройдены но false зачем нам говорит мы написали исключение email нет собаки нет но это false это неправда да то есть мы четко понимаем когда читаем что это исключение то есть человек не отправит форму без собаки но зачем нам чтобы если мы выяснили мы ставим false и все понятно что пропускает но это не так но ошибку не вызывает но для себя мы проверили ну что ж дальше попробуйте сделать пустую строку допустим убрать всего и поэкспериментируйте дату неправильно введите вообще какой-то тип данных не введите и понаблюдайте я думаю что занятие было полезно следующий тест напишем более подробно дат и подробно